Я читаю из книги Ивана Петровича Плетт «Капля росы». Чтение на каждый день. Цель терпения – действовать в нас так, чтобы мы стали совершенными. Размышления на послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стихи. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Обратим внимание на то, что цель терпения – действовать в нас так, чтобы мы стали совершенными. Духовные качества должны влиять на наши действия. Как неразумны бывают поступки нетерпеливого человека. На самом деле, вспыльчивый может сделать глупость. Книга Притчи Соломоновых, 14 глава, 17 стих. Хорошо тому, терпение которого удерживает его от нелепых слов и неразумных поступков. Вера, как и терпение, тоже может действовать. Ссылка на послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Вера побуждает нас делать то или другое. Апостол Павел писал, «Мы веруем, потому и говорим». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Вера побуждала Авеля принести в жертву Агнца. Еноха она побуждала свято жить перед Божьим лицом. Ноя побуждала строить ковчег. Авраама послушно идти в обитованную землю. «Вера побеждает мир». Ссылка на первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Да владычествуй в сердцах ваших мир Божий», пишет апостол Павел христианам в Колоссах. Это значит, что Божий мир должен не просто быть в нашем сердце, а господствовать. То есть, определять, что допустить в сердце, а что отвергнуть. Этот мир Божий сохраняет наше сердце и помыслы в Иисусе Христе. Результаты владычества Божьего мира прекрасны. Желания и мысли наши угодны Христу. Что может быть лучше? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Любовь действует весьма решительно. Она изгоняет из нашего сердца все, что не согласуется с ней. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 6 стихи. Обитая в сердце, любовь не потерпит в нем ничего скверного. Господь заботится о том, чтобы в нас пребывал этот прекрасный плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Делам плоти не остается места в том сердце, которое наполнено плодом Духа. Плоть не может проявлять себя, когда Дух бодр и человек во всем поступает по Божьим заповедям. Если Духом умешивляете дела плотские, то живы будете, ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божий. Послание к Римлянам, 8 глава, 13 и 14 стихи. Римлянам, 8 глава, 13 и 14 стихи.